Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников и сегодня мы поговорим о том, как перераспределяются потоки энергии при переходе от одной системы отчета к другой. И в качестве примера я буду рассматривать потоки энергии, связанные с движением автомобиля. При этом я сделаю несколько упрощающих допущений. Я буду считать, что вся энергия двигателя идет на преодоление сопротивления воздуха. И само сопротивление я буду считать невязким. То есть сопротивление происходит не из-за того, что автомобиль трется о воздух, а из-за того, что он его взвихряет, и эти взвихренные вихри остаются там позади едущего автомобиля. А впереди воздух совершенно спокойный. И для начала мы рассмотрим движение автомобиля в системе отчета, связанной с землей. Ну, давайте, во-первых, силы расставим. Понятно, что я должен нарисовать силу, действующую на автомобиль, со стороны этого самого воздуха, сопротивление которого ему приходится преодолевать. И чтобы автомобиль двигался с постоянной скоростью, сумма действующих на него внешних сил должна быть равна нулю. Ну, а это означает, что у нас есть сила, действующая со стороны дороги на колеса. Я нарисую на заднее, буду считать, что привод здесь. И эта сила направлена вперед. Автомобиль своим колесом отталкивается от земли. Ну, а соответственно, он землю толкает в противоположную сторону. Покажу это зеленой стрелкой. Ну, и здесь надо поставить зеленой стрелкой. Автомобиль толкает воздух, который был перед ним неподвижен. Это мы расставили силы, а теперь надо расставить потоки энергии. Поскольку я сказал, что все потери связаны с сопротивлением воздуха, ну, надо сказать, что энергия, которая вырабатывается двигателем, вся идет в воздух. Я это покажу вот так, условно, стрелочкой. А теперь мы рассмотрим этот же процесс, но уже в системе отсчета, связанный с самим автомобилем. И тогда мы видим, что земля движется назад с той же скоростью, с которой в системе отсчета земли автомобил двигался вперед. Ну, силовые стрелочки у нас останутся те же самые, без изменений. А что же происходит с потоками энергии? Я должен посмотреть на вот эту прекрасную формулу, которая говорит, что перекачиваемая мощность равняется произведению силы на скорость. А теперь смотрите. Автомобиль у меня в этой системе покоится, на него налетает воздух, и под ним назад едет земля. Налетающий воздух не может перекачивать энергию автомобилю. Потому что скорость автомобиля в этой системе отсчета равна нулю. С какой бы силой ни действовал, мощность не вкладывается по вот этой формуле. Значит, между автомобилем и воздухом в этой системе отсчета энергетического обмена нет. А куда же тогда идет энергия автомобиля? Ну, смотрите, в этой системе отсчета назад движется земля. И автомобиль своими колесами, которые вращаются, и нижняя точка, движется с той же скоростью, с которой земля движется назад. Толкает землю назад и вкладывает эту мощность. Теперь не в воздух, а в землю. Давайте эту стрелочку тоже нарисуем. То есть, энергия земли в этой системе отсчета становится больше. Ну, просто земля такая массивная, что изменения ее скорости мы не замечаем. А что же происходит с воздухом в этой системе отсчета, в системе отсчета автомобиля? Ну, воздух налетает на автомобиль и взвихряется. Его энергия сразу же после того, как он обтек автомобиль, остается той же самой. Просто движение перераспределяется. А уже потом, сзади, за автомобилем, эти вихри постепенно гаснут. Из-за того, что в воздухе все-таки имеется свое внутреннее трение, которое проявляется, когда вихри становятся все мельче и мельче. И чем меньше вихрь, тем проще идет перекачка через вязкое трение. Но в итоге, то, что здесь было кинетической энергией, то здесь сзади переходит в тепло. Вот, собственно говоря, и все рассуждение. Оно непривычно, потому что непривычно понимать, что энергия в этой системе отсчета перекачивается в землю, а не в воздух. Хотя в системе отсчета с землей она перекачивалась в воздух, а не в землю. Что каналы разные, но и точно так же непривычно понимать, что в этой системе отсчета, связанной с автомобилем, перекачки энергии от налетающего воздуха к автомобилю не происходит. Хотя сила сопротивления воздуха здесь, конечно, имеется. Ну вот, собственно, все, что я хотел сказать. Ваши комментарии пишите под этим роликом. И спасибо вам большое за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!